Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 одни щелчковые мышки все это откроется а детей нет ничего, нет людям, где сделано они бы открылись один вот я в соцсеть вставляю ссылку на проектор на регион ссылка вот в этой сети стоит на первом месте если вы нажмете, то она у вас откроется сам редактор представляет собой такую вот штуку работа такая, слева меню, которое похоже на все графические пакеты практически на все у меня запись будет полная, всего что на экране есть так что я все это опубликую, может не стараться все это будет записано хотя бы в этом плане есть программа, которая сейчас работает так если я нажму на треугольчик снизу, запущу программу она все время останавливается на тройке на пятерке а это мы по предложению Елены Ворониной делали такие веселые оценки, которые можно работы, которые здесь делают в сети, оценивать не формально пятеркой, а вот вставлять такие картинки они это радостно воспринимают, особенно кто вообще дистанционно научится и хочу я сегодня предложить вам сделать совместно у кого есть гаджеты конечно перевести на остальные, на тройку, четверку, двойку а может кому-нибудь путевку в Париж сделать не жалко слева нарисовано нарисовано меню, которое позволяет рисовать примитивы привычные, звездочки всякие это общая такая экскурсия, потому что есть есть лассо, которое стандартное, есть очень много они разрабатывают над векторными картинками векторные картинки, которые можно редактировать и использовать везде где угодно есть возможность копировать из сети любые рисунки, есть импорт можно и jpeg и png можно аудио всех видов копировать то есть с музыкой и с голосом здесь проблем никаких нет, есть видео формат сейчас и можно шрифты и видео вставлять сюда на видео потом свою собственную анимацию наглада, получается такой непередаваемый эффект пока такого еще мало где есть то есть люди работают чем этот проект отличается от других очень мощный спонсор у них и очень мощная команда больше 20 человек уже работают хоть это и стартап, но очень быстрыми темпами он развивается то есть будет никак не заглохнет этот стартап это сто пудов как это все работает если у нас в начале колесо находится в таком положении я на линейке времени могу перемещаться нажав левую кнопку мыши двигать это колесо перехожу на новое местоположение и какие-то издаю конечное положение этого колеса чтобы сделать другие оценки мы выйдем в сцены сверху сцены и создадим еще одну такую сцену она пустая пока вернемся в первую сцену скопируем все что здесь есть прямо выделив и нажав копия зайдем во вторую сцену и вставим вот такой простой способ размножения у вас уже есть таких два окна и теперь в том месте где у нас должна 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 остановиться картинка мы ее повернем еще так чтобы вставал на другую оценку вернем в начало и запустим пятерку вот здесь у меня еще осталось поэтому пятерку это я сюда или вот эту пятерку тоже повернем на тройку точке которые здесь называется keyframe по-английски тут терминов русских нет и их искать не надо просто такое название окошко ключевое окно а между ними промежуток находится который называется твин от слова between английского и этот твин тоже всякими свойствами обладает можно делать не линейную зависимость а можно делать там квадратичные параборическую синус и дальнюю зависимость позволяет физики неограниченные возможности открывает вот собственно чем я хотел мастер-класс то делать использование физики сейчас уже не до физики сейчас бы хоть что-нибудь и сейчас проверим станет ли он на тройку становится на тройку и стоит если мы сделаем третью сцену то можно любую оценку теперь выставлять простота с готовыми проектами работы именно такая проект который был преднужден здесь присутствующими преподавателями английского языка заключался в том что мы хотели заниматься анимацией сказки и я подготовил проект который с которым должны были мы работать если все было штатно проект который но уже куда-то даже потерялся назывался элефант а вот они а если мы выйдем в редактор то теперь работа будет такая мы попадаем на какой-то открытый проект и мы с вами вы сидите у себя в городе у себя в городе открываем по ссылке прислали по почте совместный проект и в этом проекте есть библиотека справа library в которой занесены объекты этот объект я могу вставить сюда объект сделан так что он уже по времени двигает ногами может качать головой крутить глазами все это делается легко и работа идет не по созданию самого этого объекта который будет двигаться спрайтом который называется работа будет идти по созданию мультфильма с готовыми может быть но водора не помните была такая приложение перед новым годом выходила называлась круглый мир и там были всякие вкладыши которые надо было вырезать клеить диаграмм не диаграмма поделки всякие к новому году примерно вот что такое здесь получается мы получаем проект в котором есть колобок лиса волк бабушка дедушка и ребенок должен составить сказку причем сказку не по стандартному рецепту а как шварц скажем перри иначе все на свой лад но все эти фигуры уже анимированные они движутся если он перебирает ногами надо подобрать такую скорость его перемещение по экрану чтобы было без проскальзывания движения и дальше начинается рисование фон рисование переднего плана рисование там луны которые будут на месте находиться ведь работа которая школьнику совершенно по плечу студенты которые приходят я их ничему не учу этому аниматрону есть какие-то уроки куда они могут взглянуть посмотреть как это выглядит и этим студентами я по физике даю задание собрать из каких-то элементов ну типа лабораторной работы перейти из одной системы координат в другой систему координат чтобы движение под углом горизонта например посмотреть по горизонтали движется с постоянной скоростью по вертикали движется скоростью которая меняется за счет ускорения свободного падения студенты на это идут очень охотно формул никаких там нет зато приходит понимание смысла который существует если сейчас я запущу проект во первых слоны которые стоят там за кадром сейчас пойдут сюда толпой с ней можно тоже делать что угодно можно их уменьшать увеличивать основном который стоит здесь будет просто перебирать ногами я его могу сместить этого слона так чтобы он ушел за экран и тогда фильм начнется с того что большой слон пойдет туда а остальные будут приходить сюда что еще может делать с этими объектами можно ручки-ножки мы им отдельно как-то анимируем ручки-ножки давай сейчас нарисуем у нас есть какое-то туловище а у вас проект открыт у кого-нибудь появляется вот это или у вас другой да открыт нет но он не сразу появляется после обновления может быть экрана есть стандартные фигуры эллипс прямоугольник звезда многоугольник и линия здесь выделены можно где угодно все это да все это хорошо удаляется потом ничего не сохраняется все сохраняется история объект я могу теперь редактировать можно сделать его только контур и убрать заполнение редактируется любая окружность по четырем точкам можно из нее что угодно делать если точек не хватает для редактирования можно добавлять точки как это делается есть уроки ну если такое название слышали называется линии без е которые можно очень плавно хорошо редактировать ну да и допускай будет ухо это сейчас нарисуем человека другим кругом которую мы поставим на задний план и тоже оставим только от него контур и уберем заполнение и сделаем например так чтобы это ухо крутило вокруг какой точки будет вращаться это называется точка которая задает местоположение нашего уха точка регистрации я могу сюда перенести в другое место и тогда вращение будет происходить вокруг этого места вокруг точки регистрации стоит на трех секундах 40 и 40 сотых я перенесу вперед другое место по оси времени передвинусь и это ухо повернул и получится картинка тогда такая ухо будет поворачиваться вокруг точки которые мы задали можно это движение ускорить можно движение это размножить возможности очень много можно сделать так чтобы она была не линейным а менялась по какому-то быстрому закону получилось хуже чем в прошлом году мастер-класс потому что без интернета кажется это бесполезно просто посмотреть и такое у меня главное предложение не бросать этого дела прямо сейчас завязать какой проект с вами делать пускай он будет долго тянуться до лета но чтобы он был начат начат и он никуда не денется мы сможем продолжать всегда опробовать когда вы приедете вот эту схему работы над одним проектом проект будет у вас и у меня открыт он будет общим и можно к нему подключать учеников даже уши можно рисовать везде да ну самая основа вот чего дается вот я вас ссылку кому послал кому я ссылку послал control z как везде control z отменяет последовательно все операции нет настройках доступа где предоставить доступ для коллективной работы и они в принципе все коллективные тут есть проекты проекты которые вы будете делать как бесплатные он называется полностью открытый публичный проект они не скрываются нет вот эта ссылка если мы ее разошли кому угодно послалить любой человек может и любой может редакцировать да если вы поставите ссылку в редакторе вот это да 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 это уже вымогательская политика всех разработчиков они начинают требовать платить деньги вот а как вот для стройки что мы куда мы идем пожалуйста для стройки потом на сайтамроны да пойдем угу есть ли возможность импорта для интернета импорта или экспорта есть возможности того и другого если мы хотим импортировать мы можем вставлять вот то что здесь написано в проект выходим выходим в проект желтая кнопочка сверху и есть импорт и здесь можете выбирать картинки чего угодно вставлять ну какие то ограничения конечно есть видео если будете вставлять там всего одна минута потому что это очень емко если вы хотите экспортировать то вы делаете что то у меня здесь меню какое то не такое то в меню справа здесь не просветит может он обрезать так непонятно как в меню справа есть кнопочка это расшаривание которое здесь вот после сабскрипшен про она просто не видна здесь и туда вы когда входите у вас есть сейчас я еще раз в презентацию попробую войти презентация это было что то сейчас у них даст что то сейчас у них даст вот тут начинается с денежной политики самое прекрасное что можно вообще работать в открытом всем бесплатном режиме вы при этом можете одновременно у вас может быть открыто 20 проектов которые будут общественные в смысле открытые полностью всем видны и не можете их никак спрятать если вы хотите 21 то вы удаляете один из которых был и на его место делаете двадцатый это не так что у вас 20 счетчик нащелкал и потом выплатить деньги такого здесь нет можете бесконечно так жить и если у вас будет в школе один аккаунт который за который будет заплачен 200 долларов в год то можно пользоваться чем угодно то это скачивание вот об этом может быть была речь можно скачать весь проект к себе на сервере или компьютере от интернета вообще отрезаться это один из способов второй способ то что вы делаете оно очень полезно и нужно для обстраивания в блоге сайты тогда вы можете проект сделать из него конвертировать его в видео или в гиф и потом проект там убрать у вас останется видео гиф ваше полное распоряжение с ними сделать что хотите можете на ютюбе выкладывать и те же самые блоги если у вас не будет оплачено там вот есть что вы можете сделать вы можете импортировать изображение вы можете импортировать изображение только вот видите каком не в обычном формате вы можете импортировать а если вы хотите это будет видно в обычных плеерах то это надо хотя бы 60 долларов в год набить тогда будет SD видео не более шикарного качества но если нам надо что-то дарить а его можно сделать другой проект не автор не тот кто заявился что он автор проекта для этого есть такая кнопочка у разработчика которая позволяет ему либо дать возможность вот этот проект который может любой человек открыть в редакторе и можно его сделать так что его можно будет копировать а я могу запретить копировать если я хочу свои авторские права сохранить это бесплатно нет бесплатно вы вообще у вас только есть open проект и все больше вы ничего не можете и можете открыть его так что он будет любой человек сможет его изменять но это уже в платных поэтому я про это не буду говорить у нормальных людей вот открыт редактор и все любой может зайти и но может его только дальше чего с ним делать может его скопировать но изменять он ничего не может не имеет права он имеет право изменять но его изменения будут сохраняться если он хочет чтобы сохранение сохранялись его изменили он должен сделать копию и тогда будет копия которая уже другому человеку с вашего ваши авторские права при этом там остаются будет написано что проект ваш но совместно с кем то тем кто у вас вместе редактировать нельзя вместе редактировать можно если бы автор не может стать не может разместить у себя вот почему без вашего желания да а как с вашим желанием а с вашим желанием вы ему даете ссылку в редакторе и он работает с вашим проектом вместе с вами видео можно сделать везде только в бесплатно будет формат видео вот такой который называется svg который вставляется как раз в html 5 тоже он играет прямо в браузере без всяких плееров формат очень удобный а просто непривычный во вторых вы можете написано пониже в свободный левый публиковать код для встраивания и фрейм который всегда встраиваются в блоге и сайты в сайты google и в блоге очень хорошо встраиваются прям одно удовольствие и публикация по ссылке вы даете ссылку уже не на редактор а на сам проект и он независимо от редактора и он независимо от редактора начинает играть но хранится это все на серверах если вы хотите проект этот выкинуть чтобы у вас что-то осталось вы делаете видео или делаете gif а потом проект уничтожаете видео гиф нужно из внутренней или просто внешние какие-то вещи просто на экран не поместилось вы можете закачать снова его каким-то образом возобновить для дальнейшей работы его можно будет каким-то образом из видео онлайн из видео нет из видео нет и пропадает вся интерактивность если вы переводите в видео а тут интерактивность очень важна элемент такой игры здесь совершенно не сгорает но очень рядом а вот интерактивность как степан мы же можем делать столько проектов сколько нам нужно они все будут сохраняться там просто есть кнопочка добавить проект 20 открыть новый да никто не мешает у всех много аккаунтов пожалуйста если дети делают пусть они делают на своем аккаунте а вам дали и там ну все равно копию можешь сделать а копию у тебя уже как-то строительство поэтому надо было нет а копия не такой а вот с нуля через сдач ну а с нуля через сдач давайте к примеру с нуля что не создадим ну что-нибудь такое что будет не обременителя по времени ну да только там пару штук вот я например вошла и там зарегистрировалась я могу начать новый проект но самый примитивный какой-нибудь да вот у меня вот у меня аниматор куда идти справа кнопочка есть create да на эту кнопочку нажимать у вас откроется новый проект который вы можете создавать что нам нужно справа кнопочка create new create проект create animation вот эту да ну я думаю создаем сейчас быстренько анимацию на этом заканчиваем да что непонятно сразу по ходу дела спрашиваете попробовать над самим конечно да открывается новый ему хорошо присвоить имя но он будет сохраняться в вашем аккаунте поэтому с именем этого же ваши проблемы да копируем какой-то рисунок сюда и с ним будем делать открытку поздравительно да рисунок будем брать с моего диска нет а можно из этой галереи изготовления он быстрее будет он не то что быстрее будет он векторный он не будет места занимать этот рисунок занимает сейчас очень места много у них на сервере а как нам найти ваше нет в мой я вам могу опять же скопировать ссылку это и вам выставить на почту да не на почту а вот в тот самый проект в тот самая социальная сеть которая была аниматрон по-русски гугл плюс и будет здесь ссылка по которой вы можете в этот проект войти и вместе рисовать будем и посмотрим что получится кстати в сообщество а давайте возьмем анимированный образ уже есть летучая мышь они каждому делают празднику какие то новые элементы самая нижняя строчка в левом меню есть паук если такого паука нарисовать он уже анимированный будет двигаться этого паука заставить в какой то через пять секунд оказаться в другом месте по вертикали он будет сам лазить а мы его сместим по на нем щелкнуть и потом развернуть автоматически она рассчитывается по линейной шкале а если вы хотите какую то нелинейность сделать чтобы убострялось в конце или наоборот затормаживалось движение тогда она будет естественно выглядеть тогда есть способ регулировать просто по нему щелкнуть и развернуть квадратик прямоугольник какого размера вы хотите его появить уверить на экране ну да сеть не больно но хорошая ну она как всегда запоминает всех ваших пауков перетаскиваете свою метку бегунок на шкале времени снизу перетаскиваете свою метку траекторию движения можно менять таким образом мы рисуем эту траекторию потом необычная такая я не знал такого правой кнопкой мыши траекторию копируем потом нажимаем на объекте и говорим ему беги по этой дорожке snap to path и получается тогда кино такое он бежит уже не по прямой а по той траектории которую мы нарисовали вот такие простые возможности позволяют ну какие то основные вещи сделать с этим мальчиком можно сделать например чтобы он не мешал здесь он будет постепенно растворяться начиная с нуля до трех секунд шестидесяти убрать видимость и мальчик будет медленно исчезать а можно потом сделать чтобы он опять появился картинки здесь снизу есть такие есть аниматрон который прыгает все время самая нижняя аниматрон здесь нарисован и есть графические хорошие векторные картинки много очень для вот они всяких инфографики много всяких картинок с людьми с недоеденным яблоком вот недоеденное яблоко недоеденное яблоко можно тоже раскрашивать по разному и в качестве компенсации за этот мастер-класс можно сделать например хэнгаут если у вас есть такая возможность все что было здесь повторить в нормальных условиях вы работаете дома с хорошим компьютером то же самое вам расскажу все опять с демонстрацией уже с реальными объектами да это было бы здорово а вечернее время это возможно? чем позже тем лучше давайте давайте и даже не надо все вместе собираться если у вас есть время вы просто меня вызываете как нибудь пишите письма я все время сижу в интернете я предлагаю договориться чтобы интерес не на конкретные игры я предлагаю чем позже тем лучше да нет зачем можно по одному прямо у меня готовность на всякое сотрудничество чтобы это как-то двигалось нет нет я говорю что если одновременно то это только 10 с вами но если у вас в принципе я вам дать моего домена аккаунты так что можно будет там по 25 собираться но это тоже получается уже не более хорошо тут все таки индивидуальная работа как со всякими школьниками лучше один на один глядя в глаза спасибо большое на это готовы это очень здорово не то что готовы это прям моя работа такая хочется чтобы что-то сдвинулось потому что я чувствую что это надо а люди все начинают и когда не знают с чего начать начинают бросать и тут понимаете еще очень важную идею придумать педагогическую да то есть у вас там навыки есть вы знаете что это такое отличие от флеша в чем там если вы по кадрам делаете все и все делаете в растрии то есть качество теряется здесь этих нет здесь рассчитывается по времени не совершенно точно здесь эффекта на график который позволяет увеличивать то есть я могу приблизить глаз и поломалочку посмотреть и ну это тот самый современный дружин который сейчас находится который здесь графический интерфейс который человек делает к флешу куда-то куда стремится то есть с важной навыкой можно здесь это делать терминология так же самое что там смысл иногда другой появляется ну вот я так понимаю что это же с обратной связью то есть мы получаем видеть какой-то элемент куда кто-то начинает что это там происходит или нет да интерактивность есть и она будет в конце весны как они обещали у них она была я бы сейчас хотел показать а то есть сейчас мы просто смотрим как вот они анимации да мы интерактивность сейчас нет все я понимаю сейчас мы можем только что сделать мы можем проект открыть ребенку чтобы он что-то в нем сделал а мы потом посмотрели что может быть знаете в началке была такая где-то 2-3 назад когда они с рисунками губы работали и детям задавали ну и сейчас они идут в конце концов когда они раздают детям рисунки google те дети дублируют их называют своим именем и раскладывают там съедобные и съедобные правильные и правильные глаголы написаны в разные корзинки а потом поскольку учитель открыт этот проект он сможет что там на тело ребенка то же самое то же самое здесь сейчас можно сделать на этом году давайте давайте какая-то какая-то идея пошли на конкуренты каждый год реальные проекты производится в америке собираются университете дети чемпостом по большому актову завидел пошли когда шарики катаются что-то крутится переливается самое идеальное там было когда дистанционно передавали действие на наклонный после столь телефоны включали вибраторы откуда-то и он медленно двигался падал что-то там замыкалась вот такую штуку сделать здесь коллективный проект это просто чудо это расхват и сюда детей привлечь его может делать по сценам по отдельным не мешая друг другу а потом все это объединить не ограничено много слайдов, а каждый слайд многослойный и с анимацией. Тут не оценка с ромашкой, а есть, завел такую таблицу, куда проекты по физике, ну, которые у меня когда-то были, что-то мне надо было. Она в сообществе опубликована, я могу еще раз вам разослать эту картинку. Есть адреса проекта самого, в который можете войти и изменить, что вы хотите, чтобы это был ваш проект уже потом. Самое красивое снизу это сложение от конверентных колебаний для дифракции, там дальше есть получение с собой дифракционной картинки с главными максимумами. У меня здесь этого нет сейчас. Это такие гифки я брал, которые можно вставлять в тексте. И вторая такая таблица есть для веселых оценок, которые тоже можно коллективно развивать. Пока это Елена Воробина была такая инициатором и своих детей она настрополила, чтобы они много идей среди других предложили. Можно эти коллективные оценки, веселые оценки тот проект тоже развивать. Это две таблицы, которые призыв такой сделать такую базу данных. А второе по физике сделано... А вот какие-то вещи, которые, ну, связаны с моделированием каких-либо процессов, чего-либо такого, показать? Не просто мультфильм, а моделирование каких-либо процессов. Ну что, все равно сам процесс моделирования тоже интересен показать. Если вы идете в Степик, который сейчас развивается в Академическом университете Санкт-Петербурга, то Степик это второй стартап, который финансирует тоже, так же самое чудо, JetBrains, мощное, которое разрабатывает программное исключение. Поэтому тоже бурно развивающаяся платформа для создания уроков. Поскольку у них единый владелец, то получилось так, что они быстро очень синтегрировались друг с другом. Все, что я говорю, тоже записывается, экраны записываются, я выложу это обязательно в общий доступ, чтобы было... Ну, понятно хотя бы, о чем речь была. И получилось так удачно, что если на эту библиотеку бета сейчас нажать, то мой урок там оказался первым. Как стрелять в яблоко. И вот здесь получилась такая идея интересная, что движение тела, брошенного под углом горизонта, рассматривается как сумма двух движений. Ну, это, в общем, стандартная вещь. С одной стороны тело движется по прямой справа, а слева вся эта картинка сдвигается вниз с ускорением от свободного падения. И вот эти параболы, которые получаются, это не движения по задней траектории, а это сумма двух движений, которые в аниматроне осуществляются аналоговым кучом. Значение как-то привязанное? Без формул. Значения задавались тоже интересно. Значения скорости задавались длиной отрезка, в которой проходят шарик к АТ, и интервалом времени, за какое время он проходит. Без формул. Это было без всякой формулы вообще. В относительных единицах все. Единственное соотношение было между скоростью линейной и вертикальной, которая, ну, уже Т была равна. Вот эта картинка, это та неожиданная вещь, которую я в аниматроне сумел увидеть. И проект, который здесь был целиком сделан, продвижение это, представлен в видео. Но видео оказалось не очень... Видеоудочный формат, в том смысле, что здесь можно пустить перевод на другие языки с правым текстом. Сейчас я сделаю на по-русски, на английский уже переводится автоматически, или можно перевод сделать в английский. Но интернет плохой, поэтому видео плохо играет. Они сделают так, что теперь можно устраивать сюда проект, и он вместе со всеми интерактивностью здесь будет работать в этом степике. И замечательный степик тем, что здесь можно задавать вопросы с неограниченным количеством возможностей. Не просто открытое и закрытое тестирование. Оказалось, очень интересная такая вещь, что люди, которые отвечают... Вот здесь на этот вопрос 147 человек ответило. Вопрос был такой, что бросал линей с этой башни? Это вариант ответа. Болятные тапочки, шапка-ушанка, мушкетные пули, пушные яблоки, яблоки и кавель. И только 86% как про Путина ответили правильно. Потом, когда уже задал серьезный вопрос... То в серьезном третьем вопросе, уже с физикой какой-то, процент упал сразу до 30%. Во-первых, мало кто дошел до него. Меньше чем десятая часть доходит до последних вопросов. Ограничивать тем, что смотрят первый ролик какие-то, а потом все это бросают. 60 человек ответили, 30% ответили правильно. Это был вопрос насчет того, с какой скоростью надо стрелять, чтобы пуля успела долететь до яблока, пока то не упала. Задачи, которые с формулами решаются... Можно решить, но тяжело. А здесь переход происходит неинерциальную систему отсчета, и все получается очень просто. То есть вопросы с физикой все еще интересны. Вот это был один из проектов, который я довел до ума. И сейчас есть договоренность с разработчиками, на их блоге раз в две недели выставляют какой-то такой вот интересный проект. Начиная в обратном порядке. Сначала задается вопрос, как прошла бы примерно. Если шла бы удовлетворить на каком-то, на подставке, а потом распилить пополам, какая часть будет тяжелее. Вот то, что детям можно показать и попросить их ответить. Мои студенты сразу начинают теряться и не знают, как ответить. Все уроки, которые вы будете разрабатывать, хранятся тоже под вашим аккаунтом. Уроков можно делать сколько угодно. Все это совершенно бесплатно. И более того, приглашают разработчики к себе, чтобы вам показать, дать возможность записать профессиональное видео, профессиональный звук. К себе это в академический университет в Питере. Не в ЛГУ? Нет, не в ЛГУ. А в академический университет. При Академии наук, которые... Нет, просто ЛГУ сейчас называется тот университет, который находится в Пушкине. Почему? В Петергофе. А в ЛГУ? А он называется Инградский государственный университет. В общем, университет... В Питергофе. В Питергофе. Чего в Пушкине? В Пушкине. На такой университет вообще не знаю. Там какое-то военное было, академия в Пушкине. Давайте вы нам подпишитесь, какие-то обосновные сетки называете. Да. Мы просто сказали. Диспляционные, во-первых, начиная, например, через месяц, начнутся уроки нормальные уже. Вот такая задача. Это швабру уже на весь, потом распилить, какая часть будет тяжелее. Студенты через одного ошибаются. Вот так и рассуждают, да. И потом их переубъедают. Один даже дошел до того, что пришел домой и распилил, что вам не известно. Молодец. И как у вас пращи, интересно? Ну, он ничего не понял, просто разбегает дома. А после этого идет уже объяснение с понятиями центра масс, с рычагами, с плечом этой силы. Здесь хитрость в том, что слева у нас плечо получается сильно маленькое, поэтому сила должна быть большая. Как примерно на рынок, когда приходите, и вопрос к студентам, если у вас торговали на рынке, и если у вас были равноплечи, и как-то, куда класть товар, и какие-то. Ну, все-таки, 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 все-таки. На практике так и получится, что совсем не по-науке. Нет, на практике все по-другому. Если ты начинаешь на весы смотреть, то я буду дошел. Это все по-другому. А если бы деньги считать, то я тебя обвешиваю. Лучше глаза продавцам. Значит, на Google Plus это все начнется. На любые контакты, которые прям в письме можете писать, я реагирую быстро очень. И готовься на любое сопротивление. Как только у вас проявляется проект, мы его вместе начинаем поделывать. Чтобы у вас не получается, вы пишете, мы его вместе исправляем. Если вы детей своих привлекаете, беру для себя тоже детей, и вы получите. Я за вас боюсь. Не толпая, а нет, важно будет. Научить вам двух-трех учеников, которые вам потом все будут делать, и больше никаких проблем не будет. И так было, и надо всех получать. Ну, всех это уж важно. Рукайте всем. Я один раз меня попробую заменить учителя, попросили в школе. И в школе ничего не получилось. Я гнейку сломал метровую, так, по столу. Будет, наверное, показывали. Нет, это было давно, там еще такого не было. В общем, они просто все сидели в своих телефонах, и все. Так что я благодарю вас за терпение, за толерантность. Сумели это вытащить. Регистрироваться в нем еще нет? Нет. Спасибо вам большое. А вы, наверное, подпишите, а куда вам нужно писать? А вы в этом списке есть почтовый, да? Да, да, да. А я всем письма рассылал прямо по почту. Хорошо. Приждите, пожалуйста, ладно? Спасибо вам большое. Хорошо. А я вам вчера давала свою самую новую электронную почту. Я еще не засылал. Но она есть. Спасибо. Извините, пожалуйста, за опоздание. Я только спою. Это меня напустили с работы только на один день. Так что вы сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, пишите обязательно, да? Извините. Спасибо. Специально из Америки привезли такие спикеры, которые припять. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьми меня. Я еще откуда-то, я же перекладывала. Слышно, глядя свои присутки. Где-то камеры. Представьте, у меня там нету почты. Список у меня нет. У меня, скажем, классификатор, чтобы посетить я вашу мастер. А вы послочите в сообществе? Нет. Я знаю. Я знаю, что сообщество. Я про сообщество говорю вам. Спецназ для брошенни. Не, не. Не будет, давай. Я тебе перешлю. Перешли мне тогда. Я бы надеюсь, что смог. Просто я заточу. Просто не забей. Я не могу. У тебя... У тебя были идеи. У тебя это да. Я не могу. Я не могу. по поводу того что вот это все что они делают часть чего бесплатно они перепиливают постоянно, то там их поменяется, то там оно поменяется поэтому надо морально быть готовы что они прекрасно знают, мы заходим в аниматрон, половину их нет, а то что есть в другое месте и называют такой другом они хоть порежут это дело а вот в других вещах считаем это что спасибо большое Александр Иванович ко мне извините за спасибо у меня вчера пришло сообщение что мы говорили что я тут решаю проблему ехать не ехать то есть за эти конечно у меня его было примите за болезнь по у меня спасибо 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 мы только не пишем